Всем привет, с вами RazerX и это ArcaHide по Storm Spirit. Ещё его называют Panda, ещё по-моему как-то, но это не важно. Итак, что же мы на него закупим вначале? Вначале закупим вот это вот, смотрим, нулл талисман. Он добавит и моне, и дамах, и всего такого прочего. Почему именно его, а не как на Лину, например, Брасер? Всё потому, что у Storm Spirit амона это вообще больное место. То есть, если линия и без моне, в принципе, неплохо, то Storm Spirit это не вариант, ему нужна амона. Следующее, что мы ещё ему купим в начале игры, это танго. Так как в начале игры мы будем стоять или на миду, или на линиях, то есть им можно стоять тоже где угодно. То есть, можно и на миду, можно и на линиях, не важно. Что мы качаем? Качаем мы первый скилл. Второй не смысл, потому что какой смысл встань, если дамажить почти никак не получится. Третий скилл без скиллов других не работает. То есть, сначала нужно сделать любой из скиллов, потом включится третий скилл. То есть, тоже нету смысла. Поэтому всё в начале именно так. По мере поступления денег, мы начинаем собираться дальше. Что же мы купим? Boots of Speed. Это стандартно, что я покупаю дальше. После чего вы должны формить дальше. И здесь все говорят, что нужно покупать Power Treats. Я не знаю почему, но я как-то никогда не покупаю Power Treats. Всё из-за того, что я покупаю себе Arcan Boots. Сейчас объясню почему так. Начнём с того, что первым артом после всего, я обычно собираю старым спиритом, это Bloodstone. Так как у него всё хорошо, аганим ему не нужен, потому что ульта не улучшается. А вот с маной у него большие проблемы. То есть, постоянно не хватает маны. Всё из-за того, что у него такая особенность ульты. Что я имею ввиду, я объясню немножко позже. Итак, почему же арканы? Из них можно потом сделать Bloodstone. То есть, их разобрать и использовать Energy Booster для Bloodstone. При этом можно время от времени регенить ману, например, там, при добивании врага, у вас немножко не хватает, вы юзаете Arcan Boots, используете. И вам как раз хватает, например, чтобы застанете. И этого достаточно, потому что у вас будет, например, третий скилл использоваться, будет урон больше, вы замедлите третьим скиллом плюс. И убьёте какого-то врага. Или же вам нужно убежать, вы юзаете арканы, чтобы дальше пролететь ультой. Итак, что же мы качаем дальше, после того, как вначале вкачали первый скилл. На втором левеле мы качаем второй скилл. На третьем левеле третий. То есть, на третьем левеле каждый скилл по одному. Почему именно так? Если у вас есть с кем забирать, что вы делаете? Используете сначала второй скилл, потом первый, бьёте. Что же получается? За счёт второго вы станете, как видим, на одну секунду. За счёт первого дамажите 140 урона. За счёт третьего, из-за обычного удара, вы замедляете врага, как мы видим, на 80%. Конечно, ненадолго, только на 0,6 секунд, но обычно этого хватает. На третьем левеле забрать можно врага, например, с другим станером. С любым другим станером. То есть, вы станете и юзуете всё. Он потом после вас станет. И, скорее всего, вы заберёте кого-то. То есть, вы всё равно с кем-то играете, значит, заберёте. Следующее, что мы качаем, если мы стоим с кем-то, это стан. То есть, на четвёртом левеле качаем стан. На пятом тоже стан. Если вы стоите сами, или с вами тот, кто не может станеть, то есть, ну, точнее, не станет, не дамажить, он так, то есть, стоит просто или не умеет играть, или ещё что-то, тогда себе прокачайте первый скилл. То есть, чтобы сами могли дамажить. Но я обычно стою с теми, кто хорошо играет. И я качаю стан, чтобы дольше враг стоял, и его могли мыслить. Шестой левел, вы качаете ульту, конечно же. В чём особенность ульты? Вы можете, то есть, вот, смотрим. Вы можете так прикатиться, за счёт чего вы задамажите врага, когда будете к нему подлетать. Плюс у вас активируется третий скилл. То есть, вы можете как, ударили, вот так прокатились, ударили, прокатились, ударили. То есть, за счёт последнего скилла, можете постоянно бить пассивкой своей, то есть, вот так. А у остальных скиллов, как мы видим, есть перезарядка. У второго вообще длинная, 20 секунд, то есть, часто не получится юзать. У первого ещё не длинная, 3-5 секунды всего. То есть, вы можете достаточно часто юзать его. Итак, вот так приблизительно мы закупаемся, то есть, вот. И вот почему я говорил, что маны мало достаточно. Смотрите, ульта, она забирает очень много маны. То есть, вот мы прокатились, как мы видим, уже нету 100 маны. То есть, мы прокатились немножко, а маны нету много. То есть, если, например, покатиться настолько, насколько может, например, прыгать рейки, то есть, это где-то вот так, да. Вот, смотрим. Как мы видим, было 440, стало 300. То есть, действительно много забирает маны ульта. И это при том, что она на первом левеле ещё не так много всё-таки требует. И так, как я говорил, по мере поступления денег, мы собираем аркан бутс. Скорее всего, к шестому левелу они уже должны быть собраны. То есть, если мы правильно формились, нормально, хорошо, то есть, добивали крипов, у нас будут аркан бутс. Продолжим. Вы качаетесь дальше. И что же вам качать? На седьмом левеле, скорее всего, вам больше понадобится первый скилл, чтобы дамажить всё-таки больше. Так как стана, в принципе, 2 секунды достаточно, мы вкачиваем первый скилл. На следующем левеле, то есть, на восьмом, вкачиваем последний скилл, чтобы дамаг был просто больше, потому что у вас есть ульта, можно уже и им подамажить. И так, дальше, девятый левел, третий скилл, десятый левел, опять он же. То есть, вот где-то вот так должно всё распределиться, то есть, и на одиннадцатом ульта, то есть, этот, как мы видим, ну, здесь может по-разному быть. Например, этот может быть на втором, а этот на третьем, то есть, смотря, в зависимости от того, что вам нужно. Например, стан вам не так важен, вы хотите дамажить, или же вам больше стан важен, тогда вы можете вообще вкачать этот на четвёртый левел, тогда этот на первом. Но этот обязательно качать, потому что за счёт скиллов у вас в дамаг будет вот этот, то есть, 90. То есть, вы ульту заюзали, то есть, прокатились, например, даже вот столько, и уже можете бить, то есть, с третьим скиллом. Хотя ульта при этом, то есть, вот, она забирает только вот сколько здесь написано, то есть, вот вы заюзали, ударили пассивкой, то есть, за счёт этого вы можете быстро убивать врагов, намного быстрее. Что же мы дальше собираем? Мы собираем блудстоун, потому что маней всегда не хватает, и начинаем мы его от с кольца. Если вы хотите постепенно собирать, то есть, начинаем вводить с тоун, то есть, реген маны сразу. Потом берём ринков в хелп, то есть, по мере поступления денег всё делаем. Дальше собираем, то есть, сул бустер, начинаем поинт бустер, после того вы ещё заработали, виталити бустер. После чего вы не покупаете, то есть, энерджи бустер вы не покупаете, вы забираете арканы, разбираете точнее, потому что вам, в принципе, ману уже регенить не нужно будет ими. Она будет, вот, реген маны 12.5, то есть, где-то к 11 левелу вы должны собрать вот так, и у вас ещё должно хватить денег на то, чтобы купить другие ботинки. Какие именно? На те, что в рекомендуемых, то есть, power 30, то есть, мы их всё-таки соберём, но, по сути, мы их соберём немножко позже. За счёт этого у нас будет немножко больше маны, то есть, вот, мы их включим сразу же, интеллект, то есть, вот, у нас будет немножко больше скорость атаки, во-первых, то есть, вот, мы смотрим, 0.99. Реген маны 13.5, то есть, вот, при таком закупе у нас 13.5 реген маны. И мы уже, в принципе, можем так неплохо затаскивать врагов, то есть, как, вот, мы где-то стоим, там, в лесу, например, или где-то ещё, да, ждём, там, говорим, давай, будем гангать, наверное, вот того. Влетаем с лес, то есть, за счёт ульты. Влетаем, она дамажит, сразу бьём его один раз, то есть, за счёт третьего скилла он замедлится. Юзаем второй скилл сразу же. Первый сразу же, то есть, ставим эту хрень, она взорвётся, и бьём его опять, то есть, чтобы опять пассивка сработала. Если не добили, то есть, даже тот, кто вам помогал, он тоже бил, и вы не добили врага, что мы делаем? Мы подказываемся вперёд, перед врагом, то есть, немножко дальше врага, желательно так, чтобы его задеть, то есть, рядом возле него пролететь. Бьём его, опять подкатываемся, бьём, подкатываемся, бьём, и так постоянно. Основное правило, чтобы маны всегда было больше половины, то есть, если меньше половины становится, лучше убежать назад. То есть, лучше не бежать дальше за ним, и отбежать. Почему? Всё очень просто. Может быть такое, что он ведёт, например, в ловушку вас, то есть, он специально подошёл, чтобы вас привести к врагам, то есть, к другим, да? И вот, добегайте, добивайте его, и вдруг оттуда выбегает вся вражеская команда, то есть, там, например, 4 человека, оставшись. Что вы делаете? Вы просто где-то, бац, и по карте куда-нибудь в сторону своей базы кладаете, и всё. И вы улетели настолько, что они, сомневаясь, что они смогут догнать вас. То есть, вас догнать практически невозможно. Единственный вариант, это, чтобы у них, например, был висп, то есть, он телепортировать кого-то, но это телепортирует. Если вы правильно убежите, то он не будет знать, куда телепортироваться, и ничего не получится. К 16-му левелу в основном нужно уже фармиться не только на линии, то есть, уже уходить с линией, и фармиться немножко в лесу. То есть, как? Вы фармитесь в лесу где-то близко к врагам. То есть, не так, что, например, вы фармитесь вот здесь, а враги вот здесь. То есть, если враги вот тут, там, на низу, например, то вы фармитесь вот здесь, то есть, рядом к ним. То есть, чтобы, если что, прийти и заганнуть их. как же мы фармимся в лесу подходим поближе вот здесь например враги да вот здесь крипы вы вот так делаете ставите первый скилл и бьете то есть за счет пассивки еще дамажите и в основном почти любых крипов можно так слить быстро очень быстро сливаются крипы так то есть лесу качаться уже легко нам за счет того что у нас есть блудстоун реген хп будет не очень-то и маленьким и так вы фармите крипов гангаете врагов то есть ходите по линиям иногда там то есть на всех линиях убиваете всех участвуете в замесах нормально формитесь на форме так сказать фармите деньги дальше что же мы покупаем варианта 2 или сначала сделать скетчев юс или сначала сделать догон скетчев догон конечно дешевле потому что у нас уже есть нул талисман то есть вот он нам нужен и принципе это дешево то есть если вы чувствуете что вот не хватает вам урона чтобы убить кого-то есть вариант собрать догон чтобы так сказать убивать и спокойно убивать но если вы хотите юзать скил и чаще то есть чтобы было так сказать легче играть даже лучше собрать скетчев юс я обычно так сказать не хватает товаре геноманы этой маны которые есть даже с блудстоуном поэтому я сначала здесь собираю догон чтобы например когда все таки враг хочет убежать убить его догонами все то есть я собираю вот так догон 1 за счет этого у нас немножко больше так сказать регион маны будет вот смысл на 16 2 будет регион маны плюс можно и его использовать чтобы так сказать убить кого-то или просто например помочь кому-то убить и так что же дальше как я говорил скетча фьюз то есть следующее собираем скетча фьюз начинаем мы как всегда или white stone или мистикал став что лучше это решайте вы но я считаю что для сторон спирита лучше вводь стон так как регион будет еще больше маны а мана это важно даже более важно чем обычный домах или все такое следующее конечно же мистику мистик став берем тоже по тонн лавке вот мы берем и смотрим регион маны у нас 23 6 этот этого так сказать достаточно чтобы уже неплохо играть то есть вы даже можете там влетать далеко например вот вы здесь а там влететь надо вот где-то вот сюда вы можете влетать вот видите половину на используйте первый скилл второй скилл то есть и забирать то есть можете помогать уже достаточно хорошо и поэтому в лесу формится это вариант потому что вот отсюда и до отсюда можно вот так уже влететь легко потом вы до собираете скетча фьюз то есть вот берите это вот у вас будет скетча фьюз за счет этого у вас так сказать конечно сложно играть когда есть что юзать то есть много чего юзать но зато это очень эффективно то есть вот мы влетаем то есть как мы стоим здесь да там влетаем куда-то вот прям вот сюда да то есть влетаем первый скилл сразу второй набросаем бьем не можем убить юзаем скетча фьюз то есть юзаем на него скетча фьюз он становится каким-то не помню уже короче зверушка какой-то во-первых медленно бежит во вторых не может заюзать ни один скилл после этого если вы видите что не можете добить юзайте да он то есть еще дамажить скорее всего так можно убить практически любого врага кроме тех у кого-то например бкб то есть на них нельзя юзать никакие скиллы это нужно следить за этим то есть чтобы он сначала завязал бкб потом подождать и он не сможет уже заюзать больше и вы юзайте все скиллы на него теперь как же раскачиваться то есть после 11 левела раскачиваем всем и так на максимум вкачиваем второй скилл то есть стан то есть это для нас уже важно потому что скорость атаки у нас достаточно большая и чтобы успеть заюзать несколько раз там разные скиллы уже вкачаем его потом на максимум прокачиваем первый скилл то есть понятно все скиллы на максимум потом статы ульта как видим на последнем уровне ульта 154 маны забирать то есть далеко не полетай что смотрите отсюда прилетел 500 маны как не было то есть достаточно много маны жрет но у нас региона уже не неплохой вот как мы видим 28 секунду и принципе уже можно нормально играть так вот вот такой закуп где-то должен быть на 16 левеле возможно ну смотря того как вы фармить как все возможно не на шестнадцатом возможно раньше позже но вот так нам нужно закупиться то есть вот то что есть итак дальше мы прокачиваем все статы то есть у нас уже все вкачано вкачиваем статы за счет этого у нас будет больше маны хп и всего остального и также регион маны вот смотрим регион маны 35 и что мы покупаем дальше по мере поступления денег собираем орхит малый валенс почему его все просто регион он и станет еще больше то есть вы можете и узать ульту еще чаще а также у вас будет свое сало то есть если у врагов есть какой-то там сильный мах например там лина или даже ли он как у которого ульта тоже сильно дамажит или вы еще кого-то хотите засалить то есть там например реки вы хотите слить а сало на него это все это значит он будет сливаться потому что он винвиз не сможет уйти то просто это самая важная часть то есть и даже если у них но обычно не бывает такое что нету никого кого нужно засалить поэтому берем орхит мало флэнс собираем берем собирает с чего мы начинаем если мы собираем начинаем вот то есть вот с этих штук интеллект дают мы берем их две то есть сразу же на два обливин став а почему так потому что за счет их будет регион маны еще больше то есть регион маны урон то есть где-то вот так покупаем потом собираем первый объем став то есть вот мы собираем у нас получается вот объявлен став после чего собираем 2 объявлен став то есть собрали после объявлен став у рецепт орхит он достаточно дешевый так что его не очень сложно собрать и это еще одно то что нужно юзать то есть вам придется что влетаете юзайте орхит то есть как вы сначала влетаете и за эти второй скилл орхит первый скилл бьете почему орхит сначала все потому что он увеличивает урон который вы наносите врагу то есть убить врага будет еще легче при этом он ничего не сможет сделать после того вы юзайте sketch of use не догон то есть у вас урон достаточно большой и вы можете так слить что же мы собираем дальше дальше догон у вас вот как видим первого уровня мы его улучшаем это нам даст больше урона именно самим догон то есть покупаем да вот собираем видеть это ну немножко ладно короче делаем его 5 лава то есть вот собрали 5 лава да то есть по мере поступление делать денег мы его почти улучшаем до 5 лава и у вас получается вот такой закуп то есть у вас все чтобы использовать то есть у вас все используется и вот реген маны как видим 53 и 3 то есть быстро егенится можно там прикатиться и далеко можно катиться за счет этого что маны много егенится быстро так что вы можете принципе уже ходить убивать всех спокойно влетать прямо во врагов сразу же юзать все что можно там на разных врагов разные юзать там например ведь это 800 дамага наносить то есть в этом юзайте 1 объете на 2 догон используется и все в таком виде то есть сливать можете сразу многих то есть там ни одного можно даже троих попытаться слить что собирать дальше это уже сложная просто как принципе можно собрать любой зависимости от того что вам нужно делать то есть например у них много таких скилл там например много станов да то есть каждый из врагов может станет отдельно и вы если влететь и сразу на вас полетит один стан второй третий четвертый пятый и скорее всего вас таких станов сливают есть вариант взять black king bar то есть бкб чтобы вы влетаете сразу бкб идете все и тут короче понеслось вы всех обычно раскидывать и потому что скиллы на вас не действуют и вы просто убиваете их если же враги просто притом при том как вы влетаете так сказать убегают от вас вот боятся вас очень сильно нужно собрать шива с гуард я же обычно собираю линкин сферс все из-за того что очень часто ульта у кого у кого-то из врагов или скилл он направленный то есть если вы придете он бьет именно по вам то есть сразу вы влетаете да там и он там ультует там или еще что-то или в этом на один на один бьетесь например даже если слины например убьетесь да у нее единственно правильный скилл это ульта то есть линкин сфера он отобьет отобьет ульту лины и также он отобьет еще некоторые скиллы которые могут искать вам помешать поэтому я обычно собираю линкин сфер начинаем мы собирать как всегда кольцо все из-за того что регион маны для старт спирта это самое наверное важны и не знаю важнее регена маны здесь практически ничего нету так что я всегда собираю сначала кольцо потом как мы видим а ну конечно еще из-за того что все остальное продает продается быть больше на младене это в потаной лавке и чтобы не придумать что-то как что куда принести мы берем тоже из-за этого кольцо ультима и торм и рецепт в каком порядке не важно потому что вам не хватит места чтобы все носить так что берем в любом порядке после чего у вас куча маны то есть вот 3156 регионы смотрим 69 и 7 то есть вы можете влетать спокойно вообще вы смотрите например самого спауна летим и так смотрим докуда вы это лечу вот мне хватает маны почти до меда то есть ну до центра карт при этом даже если вот так далечу я успею отрегениться то есть и через некоторое время могу дальше уже лететь спокойно и убивать врагов то есть вот так как у вас конечно куча скилов которые юзается то есть сначала стандартные скиллы то есть 1 2 ульта после чего орхид скетча фьюз догон сложнее всего правильно их то есть пускать то есть какое что и когда и не забыть что когда делать и как все правильно сделать потому что некоторые сначала влетают потом юзают догон скетча фьюз там зря короче все зря юзы и получается что все неправильно потому что враг убежал потому что забыли заюзать второй скилл или там били 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 там он уже убежал почти и вы забыли заюзать того чтобы добить его например или вас пощупил убили и вы его прищупили и забыли тоже да он завязать хотя это был ваш шанс и вас из-за этого слили так что надо очень важно подходить к этому то есть сначала прилетать если вы против мага сразу же надо юзать то есть орхид чтобы враг не ну ничего не смог сделать не стан не любые скилов просто орхид и все и вперед дальше бить также стан то есть если вы одному бьете это стан это первое что вы должны сделать чтобы он тоже ничего не смог сделать и после этого скетча фьюз чтобы он уже не убежал если конечно же вы видите что вот не можете добить или просто можете просто юзать догон потому что последнего левела он быстро к дашь и вообще очень часто можно его использовать всем спасибо за просмотр это думаю все что можно рассказать о сторон спереди играйте никогда не тупите и главное не танчите крипов подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх пишите комментарий пишите на какого персонажа сделать следующий рака гайд я постараюсь сделать всем также хотел сказать что рака нет будет выходить скорее всего раз в неделю а именно воскресенье потому что воскресенье это выходной день это нормально так стоит нормальное время чтобы выйти рака хайду возможно в пятницу чтобы как раз перед выходными так что смотрите делайте все как я рассказываю и возможно хоть что-то у вас будет получаться еще хотел сказать что я не говорю что этот гайд лучше других поэтому он называется рака гайд все потому что я сам не очень так хорошо играю и не так-то и давно принципе можно считать так что и не полный задрот такой дот что прям вообще там легко играйте всех сливать все такое то есть не вы не обязаны прислушаться к моему мнению она не всегда правильная и вообще не всегда но если вам понравилось напишите что он вам помог это дает мне будет важно знать знать что кому то он помог или не помог и кто кому то кому понравился кому нет всем спасибо за просмотр всем пока